Без подарка и без денег на Новый год случаев мошенничества в Кирове с каждым днем регистрируют все больше. Например, пострадавшая Екатерина добровольно отдала интернет-обманщикам 32 тысяч рублей. Женщина надеялась купить шубу. Еще в ноябре Екатерине посоветовали группу в одной из социальных сетей. Здесь можно было недорого заказать шубу прямиком из Греции. Пострадавшая общалась с администратором несколько дней. Мошенники даже высылали реквизиты и контакты фирмы, где производят шубу. Примерить не позвали, попросили только заплатить 100% предоплату, чтобы товар не перекупили. А уже через несколько дней женщину удалили и заблокировали. Тебе дают номер карточки. Как в будущем оказалось, это номер карты Тинькофф, которые выдаются даже без предъявления паспорта. Что для меня тоже было удивлением, что у нас можно получить расчетную карту без предъявления паспорта. На любую фамилию и имя, которое ты сам себе придумал. И получается, что ты просто денежки переводишь в никуда. То есть сначала даже ты ждешь до последнего дня. За день тебя предупреждают, простите, на таможне идут задержки перед Новым годом. Сами все понимаете. Конечно же, ты людям веришь, потому что на самом деле преддверие Нового года и хочется верить в сказку. Еще одна уловка, которую мошенники используют применительно к пенсионерам. Просят разменять крупную купюру. Часто ей оказывается фальшивка. В этом году от рук мошенников в области пострадали больше 2000 кировчан. Полицейские настоятельно не рекомендуют давать кому-либо персональные данные своих банковских карт. Больше половины преступлений такого рода просто не раскрываются. Мошенники работают в других регионах и отследить, куда ушли деньги, не всегда возможно.